Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе, всем желаю радоваться и веселиться в Господе. Всем желаю по внутреннему человеку возрастать возраст невесты Христовой, возраст мужа совершенного по образу Иисуса Христа, служа ближнему добрыми делами любви, отвергнувшись себя дарами Божьими для славы Христовой. Давайте помолимся, и я кое-что снова поговорю. Господь мой и живой Бог наш, Иисус Христос, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Спасибо за все, за всю любовь Твою, Господи, за все, за все, что подаешь нам потребное для жизни, радости, веселья и благочестия, святости и праведности, в уподоблении Тебе, в любви к ближнему. И всем, всем вокруг, всем, кто нас окружает, кто на расстоянии, вытянутой руки нашего взора, нашего слуха. Спасибо Тебе, Господи, за все. Благослови эту трансляцию, устоговорящего, уши всех слушающих, блаженной руки всех печатающих. И да прославишься Ты, пришедший во плоти, Господь мой, Бог наш, и неизменный в слове Своем, в воле Своей, чтобы все мы были счастливы. Ибо Ты явил любовь Свою на кресте. И в этом кресте, в этой любви Твоей, познали Тебя, Господи. И открылись помышления сердца нашего, и да откроется помышление каждого сердца, кто услышит проповедь, благую весть о Тебе. О воскресении Твоем, Господи, узорим все. Дар, который Ты дал каждому из нас, дар вечной жизни, бессмертия. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. О воскресении Твоем, Господи, да будем созерцать. Тот бесценный дар свободы, который Ты даровал от начала и Адаму, и всем нам при рождении, выборе добра и зла. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Спасибо за все, Господи, за всю любовь Твою. Господь Иисус Христой, Иисус Христос, что-то у меня сегодня окончание слов проглатывается. Неизменный в слове Своем Бог любовь всегда посреди нас. Был, есть и будет. Помните, Бог живой и вознесся только для того, чтобы мы здесь самоопределились в каждом своем поступке жизни перед лицом добра и зла. И сами, сами определили свою посмертную участь. Ну, а потом и даже участь во всеобщем воскресении. Сегодня такой ролик я хотел. Я и дальше буду еще кое-что писание касаться Евангелия. И ролик хочу записать о предании. Такое, ну, в общем, сегодня ему место. Хотя, с другой стороны, я ролик-то подобный писал. Я его добавлю сейчас в подсказки. И в описании там сможете найти. Ну, кто смотрел мои ролики прошлые, может, вспомнит. Я назвал его «Добрый пастор Иисус Христос». И его верные друзья... Надо было там добавить. Может, допишу «Собачьи пастушки». Ой, пастушки-собачки. В принципе, я скажу об одном и том же. Я не помню даже, я его не пересматривал, естественно. И я тогда ссылался. И в этот раз только я уже более целиком зачитаю кусочек вам из Исайи. С той целью специально, чтобы показать образ, какой я тогда говорил. И еще расскажу. И, кстати, я обещаю исповедоваться. Вот это и будет моя такая очередная исповедь. Я не боюсь меняться, не боюсь каяться даже публично. Не боюсь возрастать духовно. Вы помните, как нам в Евангелии оставлено, и ничего не подмазано. Как Петр отрекался, как Павел гнал церковь. В этом нет ничего страшного. Лучше не бояться и расти, чем оставаться в подгузниках, когда ты уже здоровый дылда. Поэтому ролик-то, в принципе, тот тоже похож. Но все-таки я немножко по-другому кое-что скажу. Ну, кому интересно, может, и тот ролик посмотреть, где добрый пастыр Иисус Христос и его верные друзья, пастушки, собачонки. Мне видится этот образ самым лучшим. И в Исайи, в принципе, там тоже, ну, это же все это пророчество, и книга такая, много символов, образов. Ну, я вам зачитаю и сейчас объясню, почему. 56 глава, предпоследняя глава, с 8 по 12 стих. Ну, там сказано, что Господь опять с Сиона соберет весь Израиль. Немножко я вырезал, чтобы укоротить. Господь Бог, собирающий рассеянных израильтян, ну, вот своих детей, к собранным у Него я буду еще... Ну, Господь Бог говорит, там, да, я немножко обрезал. Собирающий рассеянных израильтян, к собранным у Него я буду еще собирать других. Все звери полевые и все звери лесные, идите есть. Но речь идет об израильтянах и о язычниках. Все звери полевые и все звери лесные – это язычники. Идите есть, помимо израильтян. Стражи их слепы все и невежды. Все они немые псы, немогущие лаять, дремлющие лежа, любящие спать. И это псы, жадные душою, не знающие сытости. И это пастыри бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корысть. Приходите, говорят, я достану вина, и мы напьемся секеры, и завтра тоже будет, что сегодня, да еще и больше. Ну, смысл понятен, да. Вот очень хороший образ, особенно в древности. Ну, сейчас и в деревнях, конечно, уже этого почти нет. Никто ничего не пасет. Скотину почти никто вообще не держит. Вот еще занимаются огородами. А так-то вот со скотиной в деревнях давно уже. Беда, как я понял, никто и не занимается. Я специально взял образ, специально взял ветхий завет с той целью, потому что, если сейчас из нового завета переводить, там невозможно, как все остановиться. Поэтому я специально беру образ. Образ Иоанна Крестителя, не зря он первый нам встречается в Евангелии. Это идеальный образ, как я всем говорил, христианина и проповедника. Да, он сам подвизается, естественно, он сам уповает на Бога, иначе не жил бы в пустынях и не ел бы там одни колючки. Да, он сам любит ближнего. Этим начаткам любви ближнего сколько может учить и показывает на того, на сущего нашего благого Бога, который и научит этой совершенной любви. Вот этот Иоанн Креститель, этот образ, конечно, проповедника. Это может делать каждый. Сейчас мы с вами поучимся это делать. О том, что суть Евангелия, суть бытия, суть жизни очень простая. Вы ее уже давно запомнили. Этот хлеб небесный, это в том, что Иисус Христос, это Бог, имя которому природа и сущность которого одна единая, любовь. Ну, это в том, конечно, не одна, как вы помните, три основные природы бытия и природы Бога, и, соответственно, человека. Это любовь, это бессмертие, это свобода. Но мы, так как это все Бог, Бог бессмертен, Бог свободен и Бог любовь, мы люди, Его образ и дети Его, мы Боги, мы Его образ, мы Боги и дети Его Всевышнего, все мы Боги Отца, ой, сыны Отца и Боги, сонаследники Христу, и уподобиться Его можем и только в любви, ибо природа бессмертия и свобода дара нам от рождения. Вот вам вся суть Евангелия, вот вам весь хлеб небесный, все учение, вот вам все Евангелие. И, естественно, просто мы можем друг другу, а тем более в современном мире еще передавать эту книжку, чтобы все сами убедились, что Иисус Христос, Бог и любовь. Но после учения человек должен жить, чтобы убедиться. Вся суть человека не читать книжечки, как другие, жили, подвязались, тебе от этого никакого толка не будет. Твоя роль, Господь сказал, в день скорби, призови меня, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. цель всей человеческой жизни самому познать, что Иисус Христос это Бог, есть любовь. А убедиться в этом можно, только обращаясь к Нему и призывая Его, и тогда все будет хорошо. Вот он мой, зверек, проводочки мне грызет, как всегда, да? Вот. Вот вся суть Евангелия, я вам всегда непрестанно буду ее напоминать обязательно. Поэтому подобиться мы можем Богу, только в любви к ближнему, причем не к Богу. Бог никого не любит, надо это запомнить, раз и навсегда. И мы пребывать должны в любви, в какой пребывающей в любви, в Боге пребывает. Иисус Христос сказал, я открыл им имя Твое, любовь, которую ты возлюбил меня, и возлюбил их, чтобы в них была. Какая любовь? Ибо если будете заповеди мои, пребудьте в любви моей, что значит прибыть в любви моей, Христос любил нас, прибыть в любви, это значит находиться в любви к ближнему. Потому что божеская любовь, божественная, она любит кого-то. Поэтому пребывать в любви не в смысле я пребываю в любви Божией, а в смысле я нахожусь в любви к ближнему. Вот о чем говорил Иисус Христос. Я надеюсь, вы это в Евангелии Танны теперь читаете, а то все вот, пребывающие в любви, в Боге пребывают, или в любви, кто заповеди мои соблюдает, пребудет в любви моей. В какой? Он говорит, я открыл им имя твое, что любовь, которую ты возлюбил. Бог любит кого-то, Отец. Ему, он не любит какого-то Бога, ему ничья любовь не нужна, Он любит нас. Поэтому мы должны находиться в этой любви в какой? То есть мы кого-то любим. Там все это очень по контексту понятно, если духовно читать. Вот. Поэтому заповедь одна, уподобиться Богу в любви к кому-то, к человеку, к природе, к животному, растительному миру, ко всему Богом сотворенному. А любовь к Богу только в одном выражается, в благодарности. Все. Христос только этим и занимался. Мы видим, он хлебы преломляет в пустыне, благодарит Бога. Сидят они там в комнате, преломляют хлеб. Он опять, возблагодарив Бога, сказав благое слово, что значит благословение, благое слово, тоже раздает пищу. Он все время воскрешает Лазаря, обратиться к Богу с благодарностью и его дарами творит дела любви к человеку. Тем самым проповедуя Бога любовь, да, и любовь к ближнему. Вот. Что я хочу сказать-то? К чему вот этот образ? Это образ проповедника, но заканчивается Евангелие всегда. Теми людьми суть Евангелия вера от слышания, а слышание от слова Божьего. То есть это услышь слово Божье, покайся, уверуй, крестись, живи, уповая на Бога и любя ближнего. И когда придешь в возраст мужа совершенного по образу Христа, станешь совершенной невестой Христовой, Бог может тебе дать и тогда дары и апостольства, и пастырства и прочее, прочее. Вот. Там всегда, так как вы посмотрите, и где в Евангелии, в кругах Фибоначчи все то же самое. То же самое, кстати, у апостолов, да, начинается с проповеди, окончается пастырством. То есть начинается с апостольства, проповеди, миссионерства, окончается всегда пастырством. То есть тот человек, который приходит сам и становится наоборот закваской. И так дальше, и дальше, и дальше мы идем. Вот. Поэтому сегодня-то мы поговорим именно как бы о пастырстве. Что такое? И вот я в чем хочу покаяться? Кто меня уже давно знает, я же все-таки тоже коснулся этой закваски-то ортодоксальной. Ну, в каком плане коснулся? Кто меня знает? Конечно же, я когда покаялся, я два года изучал чистое словесное молоко. Но так уж то ли у меня склад ума, я не сказать, что я там супер любил историю. Во-первых, сама Библия подразумевает историю, потому что помимо Нового Завета, который суть, жизнь и учение, в котором нам открывается вся полнота божества, телесная, вот даже бумажки, да, нам в принципе-то больше ничего не надо. Но сама Библия для чего у нас? Она как первая, как минимум, это как историческая книга. Действительно. И я, естественно, понял, а, так вот, есть раз от начала и до конца все, вся Библия, и есть история. И я понял, что, ну, а Нового Заветная история, естественно, кто ее отменял, ее тоже надо изучить. И вот я стал изучать. И все я это познавал. Но кто меня знает, я всегда говорил, что я в любом случае все, что я изучал, то есть жизнь и учение, Нового Заветной истории тех людей конкретных, которые жили, в каких-то они называются конфессиях святыми, там их творения эти, сочинения. Кто знает, я всегда, конечно же, я рассматривал их через призму Евангелия. Кто знает, мою особенность, мне даже так сами говорили, да, что я не на, не через кривое зеркало смотрю на истину, а наоборот. Конечно же, я всех этих святых, всех нетворений рассматривал через, наоборот, лупу истины, Иисуса Христа и его учения. Ни в коем случае никогда не пытался, если я видел, с меня сердце противилось, что там что-то не то. Я это не принимал, спокойно говорил, что это вот именно человек, потому что Бог и человек, это разные вещи. Вот. Про культ я всегда молчу, как говорят, но я не молчу, я говорю, меня это вообще никогда не интересовало, и я вообще не культовый человек. Меня интересовало вот, еще в этом плане, познать все это. Я изучал, и вы знаете, я заблуждался в каком плане, потому что все равно заквашиваешься, все равно ты касаешься этого, и на тебе все это мараешься этим. Все-таки я тоже думал, что вот смотри-ка, написана книга деяний, написаны послания, кто помнит, я даже так говорил, что в принципе это прообраз того, что вот жития святых, так называемых, ну или не важно, кто нам оставлен, и вот послания, это их творение. Хотя я всем очень всегда обращал внимание, вы помните, как, да, ну мы с вами об этом, я уже говорил, что Евангелие, это жизнь и учение, и книга неразрывная, как неразрывна Иисус Христос, как неразрывна плоть от крови для живого тела. У нас у людей все расходится, я вам тогда об этом говорил, но вы знаете, сколько я не пытался, сколько я с тобой не боролся, и вот полгода, как я все это отпустил, окончательно все это предание, решил просто забыть об этом, и вы знаете, у меня такой мир, я свидетельствую, я не вчера это сделал, полгода достаточно срок для человека, это завтра, может, мы умрем, тем более, кто меня знает, что я уже сколько верую, сколько подвязаю, сколько живу, и все все время экспериментирую, на себе испытываю. Когда я пытался все время, даже образ не знаю вам, какой правильный сказать, что я пытался все время, с этим преданием, натягивал его все время на Христа, эти какие-то маски, все время я боролся с собой, все время, я видел прекрасно, что действительно люди-то в ортодоксальных учениях слышишь там, ой, вот мы там типа, Евангелие надо там писать, как-то понимать через кого-то, и я же прекрасно знаю их учения, всех этих проповедников, и все время я понимал, да что же вы лапшу-то людям на уши вешаете, что типа, вот мы тут едины, типа, у нас есть какое-то учение, да и единственного там никакого нет, кто знает, там все расколы от начала времен было, а все этих православных, уж не говорят, что оно же давно стало национальным, ни одна поместная церковь, другую признавать-то не признает, национальная там, русская, та же самая, православная, все там то же самое, те же самые расколы, и внутри одной национальной церкви, сколько расколов, все эти байки можно вешать только невежественным людям, вот, а ты-то когда все это понимаешь, ты понимаешь, что это байки, проповедник этот, лапшу просто, вот сидит аудитория, может никто ничего не знает, вот она слушает, а ты-то знаешь все, что он там рассказывает, что там расколов никак, еще какие там расколы, причем на таком фуфле, что понимаешь, что там не то, что какое-то единое учение, там на таком притыкаются, что понимаешь, что там вообще далеко, и до ума, и до сердца любвеобильного, вот, у меня все были эти борения, и вот когда я отпустил все это, вот я вам свидетельствую, делюсь опытом, мир невероятный в душе, потому что Евангелие достаточно, это та чистота, когда ты читаешь все эти учения, все эти учения, вот знаете, есть клиповое мышление, а вот все эти богословия, все эти теории, все эти учения человеческие, я их называю стиховыми, я вот не знаю, как к слову мне никак не подберется, Господь не положит, я говорю, это хорошее, то есть, это клиповое мышление, сейчас, да, все смотрят, там, YouTube, еще что-то, и вот уже говорят, что там, да, у молодежи клиповое мышление, а вот это стиховое богословие, свое учение выдают, вырывают кусочков, хотя учение единое, Бог есть любовь, мы его образ и подобие, живи, уверуй, покайся, и живи в уповании любви, в уповании на Бога, любви к ближнему, и не перепутывайте тоже вещи, казалось бы, все элементарно, просто, все послания, все об одном и том же, а все учения, с чего состоят, я что-то говорю, и туда стишки вставляю, свои, рассчитывая, опять же, на невежественную публику, которая не понимает, или не обращается, откуда это он там понастряпал, и опять же, меня мучили все эти вопросы, казалось бы, книга деяний, да, можно сказать, это про образ жития святых, нет, я ошибался, я пытался опять придумать это, ничего не получается, возьмите жития святых, возьмите Евангелие, книгу деяний, мы о Христе по плоти, ничего не знаем, мы не можем понять, как он выглядел, как он жил до проповеди своей, мы ничего не знаем, мы ничего не знаем, ни об одном апостоле достоверно, кроме баек опять там уже пона придуманных, мы из книги деяний не можем понять, кем был Петр, сколько ему лет, как он жил, ничего не можем понять, не о Павле, мы ничего не можем понять, вот там крупицы, ну как и понятно, там об Иисусе можно что-то там накопать, что у него был хитон, величайшая просто информация, то же самое, почитайте жития, ох, вам там напишут, о чрево матери, там не вкушал молока, последованные пятницы, и прочее, 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 а уж у современных, там вам напишут, где он учился, с каким Вася сидел за одним партой, что царапал, все подмажут, все вырежут, ничего не работает, послание, из книги деяний я определился, там, это вообще не про образ, никакого жития, там нет, книга деяний не посвящена никакому человеку, никакому, ни Петру, ни Павлу, ни Стефану, ни Иакову, мы как видим, четыре такие крупные личности, две из них, образ закона, это Иаков и Стефан, которых убили, то есть это образ смерти закона, и мы видим Петра и Павла, которые не умирают, которых мы не видим смерти, мне казалось бы, ну почему, я все время даже думал, что да, книга, наверное, ну Павлу посвящена, Лука же пишет, нет, книга посвящена церкви, суть ее, жизнь церкви, по учению, по жизни, по образу Христа и его учению, мы смотрим, как началось исполняться новый завет, точно так же, как мы смотрим в Библии, как после всего мироздания, сотворения мира, человека, мы видим, как начал жить первый человек, Адам и Ева, что они сотворили, как пали, как все понеслось, поехало, точно так же, что такое послание, казалось бы, вот образ предания, сейчас нам еще что-то, еще что-то, еще что-то, ничего не получается, вот этот образ, мне очень нравится, я говорю, забейте в интернете, есть пастух, пастырь, пастух, который пасет стадо, и издревле у людей были помощники это собаки, пастушьи собаки, там специально выводили, многие породы овчарок, да и не только овчарки, разные бывают, пастушьи собаки, что они делают, я вам в том ролике говорил, идет пастух, вот он как раз говорит, они слышат его голос, овцы слышат голос истинного, истинного пастыря своего, идут за ним, что делают собаки, они лишь вокруг, лишь делают только то, когда глупая овца отбивается от стада, и куда-нибудь в сторону, в лесочек смотрит, или собака, что делает там, подгрызть ее, может гавкнуть, лаять, да, и чтобы эта овца лишь шла со всем стадом, и шла за своим пастырем, вот образ, действительно, действительно образ, кто такие сапастыри Христа, они не пастухи, нет, они вот эти пастушки-собачонки, друзья Христа, собака-друг человека, да, которые лишь, лишь овец направляют, вот, все время ко Христу, все время к его учению, к его голосу, образ Христа, его голоса, образ жизни, и образ учения, образ Христа, помните, по плоти мы исповедуем, что он Бог, и по духу, что он любовь, все, вот вам его образ Христа, и вот вам его слово, его учение, все, образ нас, проповедников, себя к нему, на данный момент, тоже причисляю, это вот, человека все время возвращать ко Христу, все, что нужно, напоминать, как Петр сказал, ну, видите, я все равно, говорю, просто все, я не зачитываю, не брал ни компьютер, ничего, у Петра мне очень нравится, как он говорит, да, что наша роль простая, напоминать, прежде бывших пророков, слова и заповеди Иисуса Христа, она простая, любите друг друга, любите друг друга, отвергнувши себя, все очень просто, и вот этот образ, мне лично, он просто очень близок, я не жалуюсь, если меня будут псиной Христовой называть, псиной Божией, для меня это будет величайшая похвала, ну, псина кажется всем обычной, хорошо, пастушья собачка, овчарки мне очень нравятся, немецкие, нравились, вот, ну, сам я не заводил, а так нравится, вот это, идеальный образ, идеальный образ, и сколько я не пытался, когда я вот это освободился, были святые, были, конечно, что люди не спасаются, и кто знает, я за всеобщее покаяние, которое имеет основание, и евангельское, у Петра есть четкое откровение об этом, хотеть принимать, хотеть нет, я принимаю, другой не принимает, это дело твое, если уж я об этом, человеческо грешный, помышляю, уж, наверное, Бог побольше нас, любовь, вот, образ отличный, какая роль еще, никакой, учение, элементарнейшая жизни, все вот это, то, что понапридумали, понапхали, оно ничего не делает человек, оно оставляет его голодным, люди грызут это камни, кто это проходил, и ничего это не насыщает, ни на грамм человека, не делает его ни счастливым, ни радостным, человек счастливым, радостным делает только любовь к ближнему, которую он исполняется, а это любовь к ближнему и есть Бог, поэтому любящий Брижневу пребывает в Боге, пребывает, находится в любви к человеку, это и есть Бог, и Бог в нем, это все одни и те же слова, или наоборот, да, что мы, конечно, и внешне купаемся в Божьей любви, но и изнутри, как говорят, счастье внутри человека, действительно, и сияет всяким светом своего счастья, всех вокруг озаряет, то, что из сердца, как Господь сказал, исходит, а тут должна исходить одна любовь, выражаемая в добрых делах к человеку, к ближнему, вот, поэтому я вот говорю, я каюсь, публичные, были святые, были, кто вспомнит, есть такое место в Писании, да, там, помните, Павел говорит, о своих наставниках, там, не поминайте, не вспоминайте, как сейчас это там в ортодоксах, у ортодоксов помянники, вот такие, давай, всех, никто их не видел, никто не знает этого человека, никто его не чувствует, Бог нам о мертвых вообще ничего не говорит, не молиться их, не вспоминать о них, ничего, ну, ты помнишь свою маму, конечно, ты о ней помнишь, конечно, ты ее знал, но вот я своих дедушек-то в глаза не видел, чего же говорить о каких-то там прадедушках, ну, что это за, какое-то, я не знаю, язычество, что ли, я говорю, все время, я говорю, культ этот, но я не видел этого человека, я не знаю, я его не переживал, я когда о нем вспоминаю, если его имя даже узнал, у меня никаких эмоций даже не возникает, потому что я не знал этого человека, речь идет о живых, мы должны помнить своих, если кто-то рядом с нами, жил христианин, действительно являлся Христа, да, умер, за веру пострадал, допустим, за любовь, за Христа по плоти, за свое вероучение, вот за все это, за Христа по духу, за любовь, заступился, за кого-нибудь, душу положил, его кокнули, он там за какого-нибудь слабого заступился, за какой-нибудь наркоман, и у бандита кого-то обижали, заступился, его зарезали, вот, за любовь пострадал, вот, вот на таких людей мы смотрим, помним, какой он был в жизни, да, как там написано, у Павла, я этот кусочек хотел записать, но не стал, вы помните, момент, где он говорит, не поминайте, а помните, только живущих ваших наставников и христиан, живущих, когда у тебя был живой образ Христа перед глазами, потому что мы все являем, мы все во Христа крестились, в него пытаемся облечься, но и облекаемся, и пытаемся явить его в себе другим, чтобы они, увидев наши добрые дела, прославили Отца Небесного, но Отец и Христос одно, Христа прославили, мы, мы живые, Евангелие, как и были первые апостолы, мы живые сердца, на которых, на живых сердцах написано, на плотяных, скрижалях сердца нашего, написано заповеди, духа, какие, однажды драгоценно принявшую для всех веру, живя в уповании на Бога, любви о ближнем, что людей за километр, и за слух там слышно, что вот он христианин, этот человек никогда не обманет, не подведет, всегда поможет, всегда подставит плечо, вот человек, вот христианин, сам живет, уповая, не ропща, вечно радуясь, в мире, в вере, в счастье, в благости, как написано, пребывает, в терпении, в издержании, вот христианин, его все знают, это христианин, да, и душу свою полагает, а не чужие полагают, не орет, не кричит, не лезет там никуда, не в политику, все это ничего не дает, он изнутри мир заквашивает собою, а не через всякие законы, и всякие системы, Бог никакой ни одной системы не создал, ни от начала, ни в последнее время, когда пришел во плоте, все, поэтому я говорю, там какой кусок не рассмотреть, и я вам сейчас вот так вспоминаю, и я говорю, я же не ставлю себе цели сейчас по бумажке, мы там на христолюбии будем касаться, кто интересный, я всегда всех приглашаю, читаю сейчас Новый Завет, там это все будем увидеть, я всегда буду уже по ходу, всегда вспоминается мне, Господь на сердце что кладет, я говорю, какой кусок, к чему относится, там это явно видно, целыми кусками обычно посвящены одним темам, там вот именно вере, любви, упование, пастырство и так далее, проповеди, вот, это мы уж там будем смотреть, поэтому все очень просто-то, и я вот сколько, сколько я читаю, когда ты открытым сердцем читаешь их непослание, такое ощущение, что вот я еще задумывался, вот те же самые ортодоксы кричат, мы вот, уже вроде бы предание, а сами прекрасно все знают, когда этот канон, причем почему-то какой-то поместный собор, даже не Вселенский собор собирался, и кстати, даже поместный вопрос, собор, кто знает, собирался не по теме собрания канона, писания, нет, там были другие вопросы, был поместный собор абсолютно с другими вопросами, и вопрос рассмотрения собранности канона, какого-то конкретного, стоял далеко не на первой, на повестке дня там, вот, и даже вот поражает, кто знает, это V век, да, там четвертый, пятый, забыл, какой-то, 389 или 400 какой-то, ну, неважно, то есть, сами понимаете, когда, да, это не через два года после проповеди христианства, это сотни лет, и почему-то собирают канон определенный, почему вы не впихиваете за четыре века, столько было уже, столько понаписано, действительно видно рука Божья, десница Божья, Дух Святой, да, действительно видно, как Господь, как будто ограждает все, как будто предел кладет, я говорю, я сначала думал, что это да, ну, вот почему-то вот так, и кто, уж я-то перечитал, ну, я все так всегда образно говорю, да, для контраста, конечно, я не мог все перечитать, но я перечитал много, и много именно основного, конечно же, потому что я шел сверху, с важности, и так, и так, вот, как мы все понимаем, да, книжку читать, это же с середины, и я вот так же, да, но это я шучу уже, конечно же, я со всех самых известных, самых популярных, самых авторитетных авторов, жития и так далее, все это изучал, да, вот, разница огромная, разница между Новым Заветом, и всеми этими преданиями, огромная, как земля от неба, Новый Завет сам по себе поражает, просто поражает, я всегда удивлялся, ну почему, кто знает, там у этих святых, там вот такие талмуды переписаны, ну почему Новый Завет, послание Якова, вот такое вот, ну что там, пять глав, читается как, что такое послание Петра, что первое, что второе, а я их всегда вместе читаю, одно за другим, восемь глав, вот такие вот, читаются там, двадцать минут, что такое, он богослов, первое послание, второе, третье, тут же залпом читаешь все, даже Павел, что за послание к евреям, ну я, почему-то мне кажется, что это был Павел, хотя может быть не Павел, там автор не показан, да, вот, но опять же, в принципе можно понять, почему он, если это его, почему он не подписался, как Павел, да, потому что евреи его ненавидели, все его братья, так называемые, его самого готовы были, ну что потом и сделали, то есть на кресте, распяли, но его, правда, не распяли, а по преданию, голову отрубили, и как всегда, не сами евреи, а руками язычников, естественно, в Риме, это прям классика жанра, да, вот, то есть понятно, он его не подписывает, опять же, а если даже это не Павел, то тем более, почему его включили, а оно же само обличает весь культ, я всем говорю, обязательно читать, после книги Деяния, обязательно читать послание к евреям, это обязательно, сам Господь заложил структуру, Он сказал, идите сначала проповедуйте погибшим овцам дома Израилева, и надо понять, что пошли проповедовать овцам дома Израиля, послание к евреям должно читаться первым, и вы убедитесь, что нет никакого храмов, нет никаких культов, нет никаких жертв Богу приносимых, и нет никакого священства, прочитайте послание к евреям, все, у вас сразу все отпадет, именно поэтому, почему-то его последним запихали, оно должно первым читаться, и Павел сказал, как Господь мне сказал, так я всегда исполнял, и он всегда, приходя в новое селение, всегда шел в синагогу, поэтому причитать надо к евреям, потом к римлянам, потому что римская община, это была, как мы по духу чувствуем, и потому что там написано, это было, если к евреям, это к борющимся, противящимся евреям и иудеям написано, то к римлянам, это как бы, ну да, к уверовавшим, ревнителям закона, мы это видим, оно вторым галатом вывод всего, как говорится, отрицание праха, вот, но помните, что Царство Небесное все равно приблизилось, и вот как будто оно рубит, каждое, весь это все послания Нового Завета, весь корпус всех этих посланий, такое ощущение, что они вот просто, чтобы не было иллюзий, что есть какое-то новое учение, что надо его расширять, что надо как-то по-другому понимать, они как будто заложили, что вот вы почитайте и поймите, и вернитесь к призывающему, к пастуре Овец, к своему Господу, и как будто, говорит, не вздумайте, то есть ты читаешь, ты сейчас думаешь, о, сейчас я это, это, и я пойду дальше, а они тебе говорят, нет, ты вернись, они как будто специально написаны для того, чтобы вернуть человека назад, они все время показывают на Христа, и на его слово, на его учение, все время, эти все слова, вы помните, я их напоминаю, как Господь сказал, я вам пример, они говорят, он пример, он говорит, я есть путь, они говорят, иди по стопам его, они как будто, ну это божественно, да, ты видишь, может быть они сами не так жили, может быть они сами еще тоже, где-то в чем-то, я всем вам помню, привожу, вот опять же, что послание, и Новый Завет нам оставляет такие ситуации, как Павел через 14 лет проповеди, восстает против многих известных, уважаемых, в том числе и Петра, и говорит, что вот вы столько лет, и принуждаете соблюдать закон, но это не христианство, в христианстве нет больше ни алина, ни неудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, все, ибо весь закон в одном слове, люби ближнего твоего, как самого себя, хотя об этом пишут и Иаков, и Петр тот же самый, и Иоанн Богослов, все пишут, вот, но мы видим, что на жизни и некоторое время было не так, но само послание, то же самое Петра, оно бесподобное, оба его послания, бесподобное, абсолютное, с теоретической точки зрения, с точки зрения учения Господа нашего Иисуса Христа, потому что оно все только об одном, верь, надей, и люби, ну, как Петр Павел очень красиво говорил, это тоже неплохая формула, я говорю, казалось бы, казалось бы, это вот, 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 это заложен, заложен фундамент развития, пойдет предание, нет, нет, когда ты стоишь с чистым сердцем, освободившись от всех этих иллюзий, которые тебе где-то уже кто-то с молоком матери в своих традициях впитал, нет, ты потом понимаешь, ты читаешь, вернее, ты все время, я раньше боролся с собой, я боролся с собой, я все время у этих святых пытался выковырить, что соответствует Евангелия, потом понимал, ты кому-то это показываешь, а он выковыривает, а там действительно у того были и противоположные вещи, все эти те же самые их непредания, все понамазано, перенамазано, никто не знает, откуда эти переводы, переводил один человек, если уж писание, сколько ошибок, специальных, случайных переводов на писание, переводилось на много языков, тут же, тут же распространялось, как действительно закваска, ты можешь сравнить, множество, множество текстов, множество рукописей, разных множества языков, да, а это что, кто-то что-то написал, какую-то бумажку, я верю, вот, современные книжки написаны определенным культом, никакого, у меня никакого доверия, я понял, что, ну, я не понял, я вам говорю, как в том-то плане, свидетельствуя, кто меня знает, я чисто, искренний человек, именно поэтому я иду к Богу, что он мне здесь говорит, Павел говорит Тимофею, внимай в себя и в учение, прощальную свою беседу с пресс-фитерами, когда идет в Юрсалим, понимает, что уже по Божьему откровению, готов отдаться своим братьям на растерзание, он им то же самое говорит, я поражаюсь, о том и думал один раз, нет, он и этим говорит, внимайте в себя сначала и друг друга, да, слушаю я себя, свидетельство веры, а верю я только в истину, истину, оно во мне прежде всего, камертон, по которому я стучу, не снаружи, а внутри, это очень обязательно понять, очень обязательно понять, я там стучу и пытаюсь себя настроить, свои струнки, да, потому что, писание, говорю, можно исказить, человек, любой, всякий человек зол, я уж молчу, ну ладно, христиане там искренне, человек судиться будет, я не зря вам тот пример привожу, где Господь сказал, что вот это слово, которое вы услышите устное, или проповедь, и не поверите, оно не будет вас судить, там стоит слово рематон, рематон как-то там, и если там посмотреть, другие места стоят именно то же, когда говорится именно, чтобы понять, правда ли так, это я понимаю, что там не одно слово, оно в писании, просто если на греческом читать, все тогда, евангелие, ты уйдешь, где рематон, а где логос, а логос, это Бог, вначале был логос, логос был Бог, и логос и есть Бог, Бог от ума неотделим, от своей премудрости, от своей мысли, от Иисуса Христа, это и есть Христос, и этот логос есть свет, Бог есть свет, это все образы, мы все складываем, Бог есть логос, и свет есть логос, значит, свет и есть логос, а значит, свет и есть Бог, вот, но голос Божий, логос, Христос, Бог сам, этот свет тебя судит изнутри, и Он тебя всегда просвещает, это важно понять, они все об этом говорят, Иоанн Богослов пишет, я вам пишу не потому, что вы имеете нужду в этих писюльках, я так сейчас грубо скажу, да, он говорит, вы знаете истину, в ней утверждены, но это уже правда Павел так пишет, а Иоанн Богослов пишет о том, что вы тоже познали истину, и вы просвещены, вот и все, и не имеете нужды, чтобы кто-либо учил вас. Павел говорит, что вы познали истину, в ней стоите, утверждаетесь, естественно, всегда, еще больше мы с годами только укореняемся в уповании, любви, вот, и эту истину передавайте друг другу, эту, они все время возвращают, вот эту истину, вот, Павел, Петр, они все время говорят о законченности учения, всегда, не мудрствуйте, говорит, сверхнаписанного, там как читаешь, все об одном, всегда. И я, конечно, когда это отпустил, все это изучив, все это познав, хлебанув вот так по самое не горло, а по самую макушку, и когда я это отпустил, и такое счастье, такое свобода и такой свет, учение Христа, но в Евангелии. Порой даже понимаешь, что даже послание, такое ощущение, что каждый должен читать для себя, потому что это люди, вроде бы Евангелие написали люди, но жизнь и учение Иисуса Христа, он безгрешен, он Бог, в его поступке, ты понимаешь, что ты можешь что-то не понимать, но усомниться ты в этом не можешь, да, может быть, неправильно написано, может быть, искажение, ты притыкаешься на слово, оказывается, подписали, переписали, неправильно перевели, перевели, как хотели, или как считают нужным, тоже люди, да, но это максимум истины, еще она у тебя вот здесь. Единственное, чего я не отрекаюсь, вот я раньше говорил, что для меня даже вот именно Евангелие и послание, это разные вещи, хоть ты тресни, для меня слова Христа, значит, все равно больше, чем слова Павла. Для кого не так, и это ваше дело, для меня так, потому что для меня этот новый закет, это не какое-то буквоедство, вот, вот, то, что Павел, вы знаете, прекрасно сам говорил, говорю, видите, обличали друг друга. Я привожу такой пример, когда Павла тоже, вот, арестовали уже, и он стоит там на этом синдрионе, как Христос, и его тоже ударили в лицо, так он-то что сказал первосвященнику, ты, стена подбеленная, Бог тебе будет в уста колотить, ему сказали, ты что, первосвященника поносишь, вот, и Павел действительно, и он даже согрешил по закону, а какая разница, закон-то по причине преступления, он говорит, ой, да, нельзя первосвященника поносить, но мне один мудрый христианин сказал, так нам никого нельзя злословить-то и поносить, я говорю, вот, верно, вот, он в любом случае, он и по заповеди погрешил, ты не любви к ближнему, ты не имел права, ну, ты, как Христос должен был ответить, а мы помним, как Христос ответил, с миром и любовью, что он ему сказал? Причем он сказал не первосвященнику, а тому, кто его ударил, Господь сказал, если я не прав, скажи, что я не прав, а если я прав, за что ты бьешь меня? Истина, мягко, правильно, в точку, а Павел что начал? Ты истина подбеленная, Бог тебе будет колотить, да, угрожать Христосу так не делал, вот разница, да, то есть он погрешил, Христос безгрешен, Вот, покаялся, покаялся, сразу мы это видим, это чудесно всегда, но мы видим даже в этих моментах, я уж молчу про Евангелие, да, где мы видим вообще еще нерожденные свыше, те же самые ученики Христовы, что вытворяли, да, да, и чем все это, а уж в конце, чем закончилось, всяким предательством, отречением, оставлением Господа, Господь призывал их, Он говорит, кто хочет, нет больше той любви, как кто положит душу мою, На суде стоит, говорит, спросите моих учеников, о чем я говорил, никто слово не поднял в защиту Господа, это, конечно, печально все, и мы все такие, вот, и вот я хотел сказать так о предании, во-первых, я сам, для меня этот образ очень хороший, образ пастушек, я и христианам рекомендую этот образ, чтобы они, глядя на пасторов, именно на пасторов, не просто на проповедников, которые действительно там просто на Христа показывают, Евангелие благовествует, ничего там своего, мы не видим, что Иоанн Креститель какие-то там свои учения, свои догмы, он простые вещи, говорит, покайтесь, уверуйте, и будьте счастливы, любите друг друга, потому что его, когда спрашивают, что нам делать, он почему-то учит только любви, у тебя есть вторая миска или пол миски хотя бы, отдай ее, у тебя есть две одежды, отдай ее, ты воин, не обижай никого, да, он учит любви, а не делам культа, и ничему подобному, вот. И все, никаких учений мы, Иоанн Креститель, не видели, это вот очень хорошие, простых проповедников, нам действительно всем надо сеять, 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 если мы любим людей, нам надо, конечно же, благовествовать всем вокруг, хотя бы, кому мы можем, в простом слове, я говорю, хотя бы действительно иметь всегда при себе, может быть, Евангелие от Марка в идеале, оно маленькое, четкое, прям вот, оно именно для благовестия идеальный вариант, и вот его раздавать, кому-то, кому-то, может быть, словом благостаешь или видишь, это действительно будет верно, вот. А пастыри, людей, которые, что тут пастырь, пастырь тот, кто и дальше словом назидает, вот меня люди слушают, конечно же, я чувствую эту ответственность, вот вы и судите пастыря по тому, что он делает, мне кажется, вот этот образ пастуши собачьей, собаки пастушище идеальный, пастырь должен вас всегда направлять и взор ваш притыкать ко Христу и Его Слову, что он Бог и что он Любовь, и вы это познавать можете только вкушая его, а как его вкушать? Только обращавшись к нему, от него получив, вы убедившись, что Иисус Христос есть Бог, имя которому Любовь, что он Любовь, можно только понять, что он может и что он хочет, как, как, ой, простите, да сделает шаг, тебе что-то плохо, тебя увольли, обратись к Богу, Бог все управит, не говорит, что ты завтра на диван ляжешь, Бог, Господи, ты управь, я на диван пошел, да нет, Бог, конечно, подаст, ты творишь, что ты можешь-то от себя-то, и Бог все управит, тебе нужно здоровье, ты приболел, ну ладно, ты побежишь завтра в аптеку, в больничку, но ты хоть сегодня, все равно ты до утра будешь дома, да ты обратись, ты обратишь и увидишь, как Он исцелит тебя, вот этот образ, я, не знаю, я убедился в этом, и с вами делюсь, я говорю, это мой личный опыт, кому-то он не подходит, это ради Бога, я прошел этот опыт, я прошел этот опыт, познание, вот это все, я, конечно, жаловаться, роптать мы не имеем права на прошлое, ибо мы тогда ропшим на Бога, да, его промысел, возможно, мне Господь, как и Павел, был умудрен мудростью, и своей, иудейской, и языческой только, поэтому столько плода, когда принес, конечно, мне легко общаться с ортодоксами, со всеми, я знаю прекрасное учение, знаю все и хорошие, и плохие стороны, да, Бог меня таким путем провел, я ни капельки не жалею об этом, сколько я перечитал всего, есть действительно достойная, достойная литература, ну достойная в каком плане, я говорю, если у тебя есть время, если у тебя есть желание, это точно так же, невозможно сутками читать ту же самую даже Библию, ты смотришь какой-нибудь фильм, и вот я за все эти семь лет, просто я не какие-то фильмики смотрел, там, круглый развлекался, я развлекался, как я говорил, даже вот такой литературы, потому что хоть какое-то разнообразие, оно тоже тяжелое, духовное, но опять же, ну хоть не одно и то же, что ты читаешь, да, те же самые Евангелия, они же четыре, даже об одном и том же, вот, хотя я их всем рассказывал, я мог по четыре Евангелия в день слушать, хотя, я говорю, они все об одном и том же, получается, я еще четыре раза одно и то же прослушал, я обычно работал, шел, втыкал, и вот восемь часов по два часа, там, как раз почти четыре Евангелия проходили, по десять часов мы там работали на стройке, когда, вот. Так что все это можно читать, но из этого учения и к чужим учениям очень специфически относиться, вот. Так что надо понять, что жизнь и учение Иисус Христос, этого каждому достаточно, учение жизни вообще очень просто, Иисус Христос, из всего Евангелия мы делаем один простой вывод из всей Библии, что Иисус Христос это Бог, имя которому любовь. Троица там, не Троица. Кому это надо? Кто это может понять? Никто. И я не дилетант говорю об этом. Я все это читал, все это изучал, все эти спори, раз, признаю все разногласия там. И пришел к выводу, что ничего-то никто не знает. В дебаты я готов с любым вступить, кто хочет там по Троице поговорить-то. В лужу сядешь каждый, каждый сядет в лужу. Меня спрашивают, что это там, актерство было, он в Гессиманском саду отцу умолился. Я говорю, хорошо, тебе этот образ не устраивает. А крещение, это что было, актерство или не актерство? Приткнуться сразу. Что, Христос, не вся полнота божества телесно явилась во плоти? Он зачем этого голубя, Духа Святого стяжал? Он что, до 30 лет не был Богом с Духом Святым или как? Не был, а если был, то что это было, как не актерство? Все это, это никто ничего там не поймет и никто ничего не разберется. Господь не будет тебе судить, как ты там в Троицу веровал. Господь будет веровал, ты исповедовал ли ты его даже не Богом. Исповедуешь Иисуса Христа Сыном Божьим. Все, ты в церкви. Он сам об этом сказал. Это его слова прямые. Петр исповедовал, он сказал. На этом основании я и обосную, и утвержду, буду строить церковь. Ну ладно, это я уже далеко пошел. Так что вот так вот. Можно было бы говорить, может быть, больше, но мне что-то так вот я вам пожевал. Я убедился в этом. Особенно люди многие живут простой жизнью, в которой всего полно и суеты, и, как это называют, миром. Нового завета для изучения вот так вот. И вы убедитесь, что книга Деяния, это никакая. Это вот как будто они написаны, чтобы приткнуть, чтобы у тебя сомнений больше не было. Ничего, вот вернись назад. Они тебя все время толкают как будто назад. Не вперед, а назад. Я это познал опытом. Причем опытом очень серьезным. Опытом, наоборот, что я рискнул туда пойти вперед, и ничего это не дадут. А святых мы должны в жизни видеть. И слава Христу, если у кого-то есть в жизни такие образы. Смотреть, если они уже отошли, если еще и мученицки отошли, действительно, глядя на них, помни их кончину. Там же, когда это пишется, кстати, это место, пишется, как всегда, о гонениях. И мы должны подражать, что их вот этой кончине, что подражать их вере, как он говорит, жизни. Но если мы знаем, они эти, ну да, вы скажете, так вот в книжках-то и есть тоже эти, там такое понаписано. Там за святость выдают то, что если бы я в миру увидел, я бы святостью не назвал. Я знаю этого человека, я знал, что он действительно любил, что он творил. А это что там понапишут, было, это в небо, это не важно. Это тогда мне и Христа достаточно, что я буду в этих книжках смотреть. А вот живой человек очень интересный. Действительно, а так ли он? А действительно, он стоит ли в этом каждый день или тоже валится? Сегодня так, а завтра неизвестно как. Вот это очень важный момент. Ну, вот так я хотел сказать. Вот этот образ, именно образ, именно собачек, собачек, которые лают, чтобы все возвращались к кресту. Этот образ всего корпуса новозаветного, ну, книги-деяния, как такое, она особняком идет, и всех посланий. Всех посланий. Они именно об этом. Посмотрите, сколько они написали. Я помню, все время думал, да почему же там святого какого-нибудь возьмешь, он там. А ведь прожили апостолы многие тоже немало. Мы же пишем, видим, что и Павел себе пишет, я старец, и Иоанн Богослов. Ну, почему они вот постольку написали, и эти там понапишут. Чего только не понапишут, каких только вопросов не коснутся. Почему? Почему святые люди, действительно, мы верим, что какая были дары первая, ранней церкви даны ее членам, и не видим этого. Вот такой вот книжечки. Сами ортодоксы фиксируют этот канон. Сами фиксируют. Казалось бы, зачем вы это делаете? В чем тогда отличие, объясните. Ну, ира. Заложили бы традицию. Почему вы? Ну, ладно, Евангелие особняком. А почему послания имеют какой-то особый такой статус? Именно поэтому. Именно поэтому. Потому что это не заложение никакой традиции, а наоборот ее преткновение, ее притыкание, ее, как бы сказать, затыкание в самом начале, чтобы эта зараза не распространялась. Чтобы человек понимал, что все уже каждому доступно и открыто. Ты должен лично познать Господа, убеждаться ежедневно в Его могуществе и любви. В том, что Он Бог, Он Любовь. Все. И убеждаясь в этом, понимать, что у тебя есть только один способ быть счастливым и в Царстве Небесном, и по плоти, и по духу. Это то же самое. И уподобляться Бог, соответственно, в том, в чем? В любви. А в всемогуществе ты можешь не уподобиться, а только клянчить у Бога. Но так как Он наш любящий родитель, Он нам все дает просто и без упреков. И этими дарами, этим неправедным богатством ты и настоящее Царство Небесное сокровище собираешь себе на небесах. Все. Вот вся суть-то очень простая. Проще некуда. Ну, ладно, я надеюсь, что-то у кого-то тоже в голове после моей этой исповеди и просто проповеди отложилось по поводу вот этого всего. Вы можете читать, я не спорю, кого хотите. Просто нельзя никогда ни в коем случае ни в какие-то догмы возводить, ни в какие учения. То, что даже я говорю там когда-то, если я чуть уклоняюсь от Писания, вы не видите. Сами вы знаете Евангелие, новозаветные книги, новозаветный корпус, вот эти все, да, там, и слышите что-то несостыковочное. Да, пожалуйста, отодвигайте. Другим говорите, что вы считаете нужным. Надо жить в простоте. Самое главное – это любовь друг к другу. Вот и все. И она проявляется в делах, а не в словах только. Ну все, давайте поблагодарим нашего, нашего родителя, любящего, создателя и Творца нашего. Господь мой, Бог наш, Иисус Христос, слава тебе, спасибо тебе за все, за всю любовь твою, за то, что ты один открываешь ум к разумению истины твоей, слов твоих. И подаешь все просто и без упреков, ибо ты один, единый, благой источник всего на земле, начальник жизни и податель всякого-всякого блага для человека. Спасибо тебе за все. Спасибо, Господи, за то, что дал нам свой образ, вдохнул в нас дыхание свое и дал нам все потребное для того, чтобы уподобиться и сделаться совершенными, половозрелыми невестами твоими. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, что в будущей жизни пировать с тобой на брачном, на пире собственной свадьбы. Слава тебе, Господи, слава тебе. Спасибо за все. Спасибо за всех братьев и сестер. Слава тебе, Господи, слава тебе. Господь Иисус Христос, неизменный в слове и воле о нас, которая есть одна, чтобы всем были счастливы, Бог наш. Бог наш, имя которому любовь. Явил Он Который в последнее время, воплоти, придя на землю, всеми благодеяниями, в чем мы убеждаемся, читая Евангелие, даже докрестный, жертвенный, добровольный, смерти на кресте, чтобы мы все убедились и узрели Его любовь, и наши сердца открылись. И мы покаялись, покаялись, познали эту простую истину, сделали свободными по уму, познав это. И живя в святости, в любви, освободились от греха. Ибо делающий грех, раб есть греха. Поэтому знающие эту истину, о которой я вам все время говорю, и живущие по ней, ибо вера везде труп, и ничего человеку не дает, были счастливы. Кому понравился ролик, ставим лайк. Кому не понравился, все равно ставим лайк. Делитесь, с кем считаете нужным, в социальных сетях, где угодно. Все мои адреса канальчиков наверху, все контакты внизу. А все полезные ссылочки я всегда добавляю справа. Всех нежно целую, крепко обнимаю. Всех храни Христос. Пока-пока, до встречи в следующем ролике.